Слово «лабиринт» греческое и в переводе означает «ходы в подземельях». Лабиринт – это самый сложный, графически запутанный символический знак, в котором воплощена идея вечного движения из бесконечности в точку и в обратном направлении. Под лабиринтом у древних греков и римлян подразумевалось более или менее обширное пространство, состоящее из многочисленных залов, камер, дворов и переходов, расположенных по сложному и запутанному плану, с целью запутать и не дать выхода несведущему в плане лабиринта человеку. У любого человека простое упоминание о лабиринте рисует воображение сложное запутанное сплетение дорожек, ходов и тупиков, которые ведут к определенной цели – выходу. Предположительно, первые лабиринты появились на Земле еще в каменном веке, что подтверждают найденные археологами наскальные рисунки с извилистыми спиральными дорожками. Древние лабиринты и их изображения встречаются в разных культурах во всех уголках планеты. Простейший лабиринт на протяжении тысячелетий существовал во многих модификациях. Авторы вносили изменения в технику создания, увеличивали или уменьшали количество дорожек, делали лабиринт квадратным, прямоугольным, получали различные варианты центрального ядра. Классический вариант лабиринта – это семь концентрических линий, плотно закрученных вокруг центрального ядра. В классическом лабиринте один вход, от которого идут неприкасающиеся и несообщающиеся между собой дорожки, образующие путь до центра. Покинуть центр лабиринта можно одним путем, тем же, что и привел к цели. Других выходов из лабиринта нет. Другой вариант лабиринтов – мейзы, которые выполняются в форме изощренных и запутанных фигур, со сложными ходами, головоломками. В таких головоломках заложены несколько дорог к цели, два и более входов и выходов. Дорожки сообщаются друг с другом и образуют развилки. Решить мейз – выбрать правильный вход, угадать направление на развилке или не попасть несколько раз на одну и ту же дорожку. Виды лабиринтов – спиральные или улиткообразные, круглые или кругловатые, смешанные и подковообразные. В настоящее время остатки грандиозных лабиринтов обнаружены не только в Европе, но и в Северной Африке, в Индии и в Китае. В пустыне Наска, Южная Америка, найдены гигантские лабиринты, имеющие формы различных животных и насекомых. В кельтской мифологии лабиринты являются ходами в подземный мир. На их спиралях в лунные ночи часто видели танцующих фей и эльфов. Индийские лабиринты В Индии выделяются свои лабиринты, которые называются Чакр-Вайюха. Лабиринты этого типа своими корнями уходят в древнюю индийскую традицию магического построения войск. Они имеют в своем центре спираль, что наводит некоторых исследователей на мысль о том, что священнослужителям в древней Индии были небезызвестны принципы, используемые в наше время в экспериментах с зеркалами Козырева. Лабиринты типа Чай-Кровайюха до наших дней находят применение в индийской народной магии. Будучи насыпаны на пороге дома толченым мелом или рисом, они по убеждению местных жителей защищают дом от вторжения злых духов и недругов. Другой способ использования это насыпать шафран в виде такого символа на лист бумаги, произнести заклинание, ссыпать в воду и дать ее выпить беременной женщине. Интересно, что подобный обряд для беременных женщин использовался и в Англии. Египетский лабиринт Самым большим лабиринтом мира в настоящее время признается египетский, который был построен рядом с озером Мойрис, ныне озеро Биркет-Карун, к западу от Нила и в 80 километрах к югу от Каира, недалеко от Эль-Фаюма. Поэтому данный лабиринт часто называют Фаюмским. Лабиринт занимал пространство общей площадью 70 тысяч квадратных метров. Весь этот колос использовался в качестве гробницы для фараонов и крокодилов, которые в Египте считались такими же священными, как правители. Есть сведения, что лабиринт был центром, из которого цари управляли страной. Но главным образом он служил религиозным целям. Посетителям не разрешалось осматривать подземные помещения лабиринта. Над входом в египетский лабиринт были начертаны такие слова «безумие» или «смерть». Вот что находит здесь слабый или порочный. Один лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие. Кносский лабиринт Крита. Что касается знаменитого Кносского лабиринта на острове Крит, то римские источники утверждают, что он представлял собой всего лишь уменьшенную копию египетского. Живший в первом веке нашей эры Плиний, например, считал, что Кносский лабиринт достигал всего одной сотой величины египетского. Кносский лабиринт не найден до сих пор. Некоторые источники полагают, что в виде лабиринта был построен сам дворец Критских царей в Кноссе. Открытый в 1900 году английским археологом А. Эвансом, он действительно представлял собой огромный комплекс зданий, сгруппированных вокруг большого прямоугонного двора, связанных между собой причудливо изогнутыми коридорами, лестницами и световыми колодцами. Часть из этих исследователей считают центром Критского лабиринта тронный зал Кносского дворца. Другие – центральный двор, вымощенный гипсовыми плитами, который использовался как арена для минойского боя с быками. Этот непривычный для греков обряд мог стать одним из источников мифа о поединке Тезея и Минотавра. Долгое время упрощенный образ Критского лабиринта чеканился на Кносских монетах. Этрусский лабиринт Этрусский лабиринт – гробница великого этрусского правителя Ларса, Парсены, последняя в списке Плиния. Перечисляющего лабиринты, построенные по модели египетского. Это единственная этрусская гробница, упоминаемая римскими авторами, и фигурирует она только в этом перечне. Гробница была установлена на квадратном монументе из тесаных камней, каждая сторона основания которого была длиной 91 метр, а высотой 15 метров. Под основанием находился запутанный лабиринт, найти выход из которого без провожатого было невозможно. На квадратном основании гробницы теснились пять пирамид. Четыре по углам и одна в центре. Основание каждой 22,5 метра, а высота 46,5 метра. Кверху пирамиды сужались, и на вершине каждой находился бронзовый шар, а на шаре конусообразные наведшие, которому на цепях подвешены колокольчики, звенящие при порывах ветра. За пирамидами находилась еще одна платформа с четырьмя пирамидами, а между ними платформа, на которой было еще пять пирамид. Высота последней серии пирамид половина всего строения. Лабиринт в Асклепионе на Эпидавре. Асклепион – храм бога врачевания Асклепия. И в то же время основная часть лечебницы, прилегающей к храму. Всего известно о существовании 300 асклепелинов в Древней Греции, крупнейшими из которых были Асклепионы, Эпидавра, Коса и Книда. Исторических документов, упоминавших лабиринт под храмом Асклепия, в Эпидавре нет, однако его остатки обнаружены в ходе археологических работ. Это коцевой, односвязный лабиринт, который или находился в нижней подземной части Толоса, или же располагался здесь намного раньше и был засыпан при строительстве храма. Лабиринт Мазоны. Это удивительное творение рук человеческих в форме звезды и привлекает огромное количество туристов. Он по праву считается одним из самых больших в мире. 2000 растений 3 километра в длину. К тому же, не все могут пробраться к загадочному зданию в центре лабиринта. На пути героев ожидают ловушки и тупики. Располагается в Пармо, Италия. Зеркальный лабиринт в Люцерне. Напоминает замок Альгамбра. Это сложное сооружение из 90 зеркал. Создано почти два века назад и развлекало гостей на выставке в Женеве, а затем поселилось тут. Здесь куда ни повернись, везде твое отражение. А значит, в какую сторону идти, абсолютно все равно. А выход найти очень сложно. Расположен в Люцее, Швейцарии. Стеклянный лабиринт в Нью-Йорке открылся совсем недавно, но отбоя от посетителей уже нет. Он снабжен 80 смотровыми площадками, а еще в его составе 154 лестничных пролета и 2500 ступеней. Ярусы лабиринта в бронзовом цвете выглядят великолепным в любую погоду. А попасть на такую смотровую площадку настоящее счастье. Расположен в Нью-Йорке, США. Лабиринты северного и балтийского типов располагаются в разных районах Скандинавии, Северной Германии и Европейской части Русского Севера, особенно на Соловейских островах. Дорожка у таких лабиринтов идет на вылет, делая в центре лабиринта синусоидальный разворот наподобие разделительной линии в символе Инь-Ян. Балтийские лабиринты отличаются от северных тем, что вход и выход у них разделен перегородкой, что делает их изображение похожим на рисунок дерева. Часть исследователей считает, что северные круги использовались в ритуальных танцах и их прохождение задавало определенный ритм и траекторию движения. На фотографии вам представлен лабиринт необитаемого шведского острова Бло-Юнгфрун «Синяя дева», открытый в 1741 году Карлом Линнеем. Британия связывает этот лабиринт с ведьмами, собиравшимися здесь на шабаш. Согласно другой легенде, неподтвержденной археологически, на этом острове в средние века казнили 300 ведьм. На территории России лабиринты можно увидеть в Дагестане, на побережье Белого моря и на Соловецких островах Мурманской области и в Карелии. На русском севере лабиринты часто называют вавилонами. Один из лабиринтов Большого Заяцкого острова представлен на фотографии. Здесь ряды из камней 13 лабиринтов сходятся в спираль из змей, головы которых встречаются в центре. И еще один лабиринт, который, как полагают, связан с промысловой магией. Знаменитый Мурманский Вавилон. Живые лабиринты. Роль лабиринта выполняет парк или сад, а роль стен живые кустарники. Это, конечно, самые молодые по времени появления лабиринты. На фотографии вы видите Хептон-Кордский лабиринт, старейший в Великобритании, который был спроектирован де Лондоном и Вайзом в 1690 году. Возможно, на месте другого, более старого лабиринта. Его стенами служат подстриженные тесовые кустарники. Именно этот лабиринт описан в романе Джерома. Ка Джерома трое в лодке, не считая собаки. Самым длинным живым лабиринтом в настоящее время считается ананасовый сад. На бывшей плантанции Долы на гавайском острове Ааху длина его дорожек превышает 5 километров. Звание самого большого по площади 4 гектара лабиринта принадлежит французскому, который образует кукурузу и подсолнечник. Благодаря использованию однолетних культур этот лабиринт каждый год меняет свои очертания. В средние века лабиринты возводились прежде всего в замках ордена. В 12 веке они стали появляться в соборах и церквях в Италии, а в 13 веке они распространились во Франции. Многие лабиринты впоследствии были уничтожены в 17 веке, а в 19 интерес к ним вновь вернулся и часть была восстановлена. Средневековые лабиринты за счет симметрично добавленных перегородок несут ярко выраженную идею креста. Также средневековые лабиринты упоминались в трактатах алхимиков. Самые известные лабиринты в соборах Шарцкий собор, Амьенский собор, Римский собор не сохранился, Базилика Генгам Французская Британь, Кейнский собор Германия, Церковь Итчен Строк Хэмпшир Англия Сан-Витали Ремини. Шарцкий лабиринт Самый узнаваемый лабиринт в соборах безусловно лабиринт в соборе Нотр-Дам де Шарту посвященный Деве Марии. Собор заложен на месте древнего каменного святилища друидов. Согласно вере друидов каждый входящий внутрь Дульмена получал новую жизнь благодаря природным силам Земли. На этом месте находился колодец и могильник. Друиды вырезали статую женщины с младенцем и назвали ее Дева под землей. По одной из исторических версий они изображали кельтскую богиню-мать, которая брала свои истоки в культе Исиды. Существует три способа выхода из лабиринта. Первый это метод проб и ошибок. Выбираем любой путь, а если он заведет нас в тупик, то возвращаемся назад и начинаем все сначала. Второй это метод зачеркивания тупиков. Надо последовательно зачеркивать тупики, то есть маршруты, не имеющие ответвлений и заканчивающиеся перегородкой. Универсальный алгоритм прохождения любых лабиринтов был описан в книге французского математика Эдуарда Люка в 1882 году. Применив этот алгоритм, американский инженер и математик Клод Шеннон построил одного из первых самообучающихся роботов, который сначала обследовал весь лабиринт, а затем во второй раз проходил весь путь значительно быстрее, избегая участков, пройденных дважды. Ну и третий способ это правило одной руки. Еще одно простое правило для прохождения лабиринта правило одной руки. Двигаясь по лабиринту надо все время касаться правой рукой его стены или левой. Но для всех ли типов лабиринтов это правило применимо? Зачем разработан второй метод, если есть такое простое правило? Оказывается правило руки применимо только к односвязным лабиринтам. Односвязный лабиринт это лабиринт не содержащий замкнутых маршрутов, то есть таких, которые образуют замкнутую петлю. В современном мире лабиринт имеет больше функций, нежели обычное сооружение или проведение искусства в виде знаков, рисунков, орнаментов, украшающих помещений. Отношение к лабиринту менялось на протяжении веков, наряду с великими географическими открытиями, развитиями естественных наук, расширением представлений человека о мире. Благодаря исследованиям выдающегося математика 18 века Эйлера появилась целая наука лабиринтология, которая изучает методы прохождения через лабиринты и утверждает, что безвыходных лабиринтов нет. Лабиринты используются в авиации, при подготовке космонавтов и в других случаях, требующих концентрации внимания и терпения. Модели лабиринтов нашли многочисленное применение в технике и механике. Их используют в разработке вычислительных машин и самообучающихся роботов. В современном мире лабиринты остаются популярны в интернете, моде, искусстве. Продолжение следует...